Всем привет, с вами я Флажер, и сегодня у нас будет продолжение Зайчик. Погнали! В прошлой серии мы остановились возле школы. Здесь у нас есть чел. Видимо, наш. Высокий мужчина курил, пуская клубы дыма по ветру. На учителя не похож. Ну, или, может, на физруку. На физрука. Я осторожно смотрел его лицо, будто высеченное из гранита висячую губу. Азайчью губу. Я думаю, а почему тут? Ладно. Над тлеющей сигаретой. Мужчина поигрывал брелочками и внимательно смотрел на меня. Огонек отражался в глубоко посаженных глазах. Я потупился. Ладно. Взор громил и лениво отклеился от меня и устремился на дорогу. Я не умею читать опять передупреждая. Он ушел. Что еще? Можем посмотреть. Гнездо и автомобиль. 41 SSD. Это у нас Волга-Чайка, по-моему. Ну, это Волга. Волга-Чайка. Газ-Волга. Интересно, чье это гнездо? Может, сороки-ворон? Воровки? Воровки. Тогда наверняка в нем полно всякой блестящей всячины. Цветные стекляшки. Лимонадные пробки. Отполированные монеты. Или детские брикеты. Может быть. Неподалеку взобравшись передними колесами на затянутой колодцей бордюр, разместилась новенькая Волга. Черная как сажа словно сбежала из папиной страшилки, что он любил рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбнулся, припоминая воронок, похищающих маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка в окошке салона маячит белые шторки, а в нем стоят буквы ССД. А в номере стоят буквы ССД. ССД. Знаешь, что это значит? Смерть советским детям. Смешно. Я ведь тоже родился в Советском Союзе. Поехали. Смерть советским детям. Нам надо истегаться таких машин, да? За дверями приглушенно звучал голосом мигали лампы. Тьма ползла мимо окун, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Расписание уроков. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу у расписания. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стену рюкзаков и спину сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанный на принтере листок. Прочитать. Внимание, пропал ребенок. Матюхин Вова, 10 лет. Матюхин Вова, 10 лет. Ученик 4-го В-класса. 5 января примерно в 16.00 ушел из дома и не вернулся. В последний раз замечен на мосту через... Внимание, пропал ребенок. На мосту через реку Ульшанку. Ульшанку, боже. Был одет в оранжевой куртке с капюшоном. Вязаную черную шапку, шарф и серые варежки с зелеными полосами. Особенные приметы. Рост 1,42 м. Худощавое телосложение. Волосы русые и глаза зеленые. Всем, кто может сообщить информацию... Можно убрать. А в местонахождении Вовы просьба позвонить. Ага, или... Внимание, пропал ребенок. Ну, это-то-то-то-то-то-то. Мы это уже читали. Пустые глаза исчезанного школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну. Уселся на подоконнику. Этаж постепенно заполнился детьми. Они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалета детские голоса чеканили считалочку. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Да, та самая считалочка, которая будет играть хорошую роль в сюжете. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье. По коридору гордо, задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важная. Она становилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное. Вон ей вручает классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, глядя и толкаясь, повалилась внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщами на лице. Ну, с прыщавым лицом. До странностей напоминающих гранат. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моей загривке. О, боже, блин. Что за словечки? Я не понимаю такие слова. Давайте что-нибудь адекватное, типа чел. Или ты чел. Встречал я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каргающим смехом. Девочка похожая на учительницу. Ее уменьшенная копия. Предостерегла толстяка жестким и по расчету чищенной тропки вошла в кабинет. О, боже, блин. Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут все пихнул. Гречи, мудила. Самый главный задира в этом классе. Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Вы тоже так смеетесь? Прыгая вниз вверх. Толстяк рассмеялся. Противный гогот подхватил несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щелкали ножницами. Большими, страшными, садовыми ножницами. Кабинет засосал детей. Коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. Следы зайца. За окнами редкие фонари бросились в темный барахтар... А, барахтар... О, боже, блин. За окнами редкие фонари боролись с темнотой. Барахтались, как флуоресцентующие рыбы в черном океане. А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представил, как бегу по снегу. Как он скрипит под моими ногами. И с каждым шагом я все легче, все невессоннее. Трель звонка взводри... Вз... Взорвала... Взорвала видение. Подорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хотеть немного усмирить... Разбушевающийся пульс. И вошел в класс. Бэнг, бэнг, бэнг. Что там? Спасайте задницы. Бэнг, бэнг, бэнг. Батя в здании. Так надо было заходить, да? Так. Чопорная... Чопорная учительница сме... Извиняюсь. Смерила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Ну, ты стесняшка. Надо было подойти и сказать... Я новенький! Сказали к вам подойти. Да. Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она уткнулась носом в журнал и пролистала станицу. А фамилия-то как? Дай вспомню. Антон... Петрофан? Нет, Петрофан, он думает. Антон... Я забыл его фамилию. Петров. Ладно, не забыл. Громче говори. Чего мяблешь? Петров. Нет такого. А все! Глаза. Глаза, когда сказали, что нет такого. Блин, домой пойду. Она долго и тяжело смотрела на меня. Точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдались размытые лица. Глаз дышал. Фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Да я не знаю, я тебя первый раз вижу. Я вообще в эту школу первый раз вижу. Как я могу ошибиться? Мне сказали... Типа, ему сказали там 207 кабинет подойти. Он пошел в 207 кабинет. Как он мог ошибиться? Ну, может быть там перепуток. Нет такого в списке. Ну, значит, допишешь. Предательски дрожали коленки. Кружилась голова. Я жал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали 204 кабинет. А, это 27 я сказал. Лиля Павловна, 6 В. Ну, это вот. Кажется, класс принял мои слова за подобные шутки. И разразился хохотом. Что за бардак? Шум, резко, стих. Класс... Перепятал смешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Я ученик. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. Ну, такая школа. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Ну, значит... Подожди здесь. Сейчас. Хорошо. Сейчас я им устрою. Да, я могу сами пойти. Ну, все. Теперь он как на сцене стоит перед всем классом. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча. А я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков. Я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они таращили, щипали, скользили по коже лазерным прицелами. Вау. Вау. Хорошо. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда. Наперекор холодному ветру взымываю над соснами в прыжке. И никого нет вокруг. Только попутный ветер. В глазах одноклассников считался немой вопрос. Этот новенький, он наш или чужак? Кто-то что-то еле процедил. И по кабинету прокатился сдавленный смех. Тоску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Ты у нас кто? Ты у нас баба Зина. Ты у нас тётя Зина. Ты у нас уборщица. Чё тебе эта доска сделала? Хочешь мыть? Мы сам как бы. Меня-то чё? От меня-то чё хочешь? Теперь треслась не только колени. Всё тело било мелкой дрожью. И я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то, а? Отправь домой. Я не знаю. Куда сажать, а? Куда угодно, только не к нему. Давай-ка, сядь, наверное, с Семёном. Он всё равно один. Ещё чего? Блядь. Кто там упал? Толсяк демонстративно вот... Вот друзил рюкзак на соседний стул. Почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старая? Снова бабушку в школу вызывать? С ним говорят. Класс притих. А чё она мне сделает? Она даст добро на то, чтобы тебя наругали учительницы. Не она, так я тебе сделаю. Вот, правильно. Рюкзак убрал быстро. Семён не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателя на стене. Нужно было что-то делать. Как-то выкручиваться. Спасать положение. Я прочистил горло и продолжил сдавленный не совсем голос. Я могу за последнюю парту сесть. С очками на последнюю парту не сажают. Там кажется свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семёна, затем снова на меня. Ладно. Садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы ещё поговорим. Бабурин. У Бабурина лишь бабуля. Классика. Чтобы подошёл после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Доску мыть. Вот это вот улыбка, блин. Так, Семён криво улыбнулся. Сочные прыщи зырели на кончике его носа. Поспели. Я пошёл до одури, боялся споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади на самую последнюю парту, на которой грудой вываляли старые плакаты. Места для изгоя заняты. Можно приступать. Вот хорошо. Тема традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». У вас литература сейчас? Не, я же понимаю, тут русский поэт, эти по кабинету литературы. А ты в... А, он в пят... Он в каком классе? Шестое? В каком классе? Ему 12 лет сейчас. Так, ему 12 лет. Сколько мне было лет, когда я был... В каком классе я был, когда мне 12 лет было? Оооо, вот это задачка. Ну да, мы в пятом, ну в пятом, шестом классе как-то так. Подожди, если он в пятом классе, у него должен быть классный руководитель, и это не факт, что это она. Потому что, если это она, то тогда все нормально. Просто она, это может быть и не она. И так же ругаться по поводу журнала. Блин, я даже не знаю. короче пофиг ничего такого толстяк обернулся ко мне взгляд его сулил долгие дни недели месяцы издевок и тычков я тебя запомнил говорили эти водянистые глаза блять уже пару уроков спустя и увидел в своей тетради растекший растекавшийся амебой желтоватый плевок мой блин тяжел ты слюна слушай тебе бы к доктору обратиться это нехорошо нарисуй вагон другой семена история древнего мира у ровкин линейка нормально позже в столовой семён вроде бы случайно облил меня компотом компот что такое компот я не за шутку компот компоты десертный напиток сваренный из смеси фрукт сухофруктов и ягод а выходя из туалета он так тряхнул мокрыми руками что морозь попала мне в лицо что морозь получал попал он рукой или вода попал тебе на лицо перед последним уроком семён вдруг толкнул меня в толпу вор кующих одноклассников воркующих шепчущих разговаривающих они с руганью раступились а я не удержался нкнулся лицом в грудь той важной девочки которую раньше принял за старосту простите я тут же отряхнулся сгорает стыда в порядке я об шоке что грустно неожиданно она подпечинилась нет но вы посмотрите на него облапал меня прямо у всех на глазах да я сейчас все маме расскажу ладно тебя из школы выгонит извращенец пиздец ой бля как же похуй бля если ты единственная школа в этом в этом городе в этой деревне тогда да тогда реально обидно в ее глазах было кое-что садистское веселье словно во взгляде ребенка подносящего горящую спичку к беззащитному майскому я нечаянно меня толкнули ну по факту все видели слепых среди нас нет ну видимо есть очки берет и протирает она уставилась на мои очки и радостно оскалилась яростью вскипела в груди но гогот семена охладил мой пыл толкнули чё правда нет легонько погладили по спине он подошел вальяжно окутывая запахом семечек и гнилых зубов а затем резко сбил меня с ног вот так да и чё ты сделаешь прыщи начну давить хулиган нависал надо мной всем своим видом как бы говоря ну же давай ударь меня попробуй слушай ты да я думаю если вы прыщи начали давить было бы в горле пересохло губы не слушалось и голос мой походил скорее на сдавленный писк семена издевательски улыбнулся давай давай продолжай очкарик чё примолк то нам всем очень интересно если еще хоть раз меня тронешь семен медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб на тронул и чё а ничего еще хоть раз тронул он тыкал пальцем с такой силой что моя голова отлетела назад только бы не раз расплакаться иначе труба чё ты мне сделаешь мямля в глазах помутилась я рванул вперед так что подошвы отклеились от пола и я махнул наугад кулаком нами он в шоке его лицо стало более квадратный чем до этого картина открывающая моему взору была прекрасна и ужасающий одновременно что у стима появился звук у этих он этот ачивок прикольно семён дита держался за ушибленное ухо и изумленно моргал как неужели я был первым кто сбунтовался против его абсолютно власти когда есть друзья не так ссыкотно над людьми издеваться да и такие же наверно блять надо было бежать на меня обступил его дружки слушай она будет только рада щеки семена стали еще краснее а прыщи побелели словно головки личинок но на губах промелькнула ухмылка замеченная лишь мною в этой стане в этом стане врага вот это красота при вот это вот прям реально под превьюшечку под соусом шикарно он подошел вплотную обдал корил коризмой вон тебе пиздец ладно голос у него был злым и опасным точно кастрюля с бурлящим жиром с которой сорвал крышку слушай это такая кастрюля будет в аду я сюда бабури накинуть кастрюля с бурящим жиром это очень плохие шутки я ждал удара считал тачки сердца и гадал куда угодит кулак солнечное сплетение в челюсть в нос он просто развернулся ушел мысли холодным трезвым и удивительно спокойны вспыхнула в голове сегодня меня уже светлые спокойны сегодня меня убьют после занятий я специально задержался подольше в коридоре чтобы не идти вместе со всеми семен не появился на последнем уроке и это все яло надежду вдруг он решил избежать дежурство и смотался домой забыв обо мне как смертник узнавшись что в казнь откладываться на день я облегченно вдох выдохнул но не позволил себе забыть его тон мстительный взгляд на и на электризованную пугающую хмылку пока школьники с шумом и смехом расходились по домам я встал у окна и сделал вид что перебираю учебники я напряженно осматривался в окно во дворе и на участке у школьных ворот семена не было я не очень-то верю в такое везение так что решил перестраховаться и немного потоп потоптался в стремительно пустейшем коридоре шум ушел на первый этаж из кабинета биологии выглядывает скелет которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором за дверями туалетов журчала вода я остался один в целой школе не один пришла внезапная мысль я вспомнил о пропавшем мальчике его портрет сейчас висел на доске у расписания влезла злая ухмылка даже год стало это более криповым вспомнил что он улыбается и что он смотрит на меня и что он скорее всего уже льет голос лунтика я родился я вздрогнул я вернулся сначала мой взгляд уперся в черный фолькляр скрипки потом я заметил что его держит девочка из моего класса на уроках она сидела за второй партой второго ряда несколько раз я ловил на себе ее взгляд из самой укра украдкой смотрел на нее просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое на ручей небо или на девочку которая не гогочит совсем со всеми хором над шуточками семена не перешептываться с катей полевая грязь и одноклассниц все перемены она проводила так же как и я оставалась в классе и либо оглядывала в окно либо рисовала что-то зеленым блокноте здравствуй привет я туда вот она говорит я сначала что-то услугу прочитал здравствуй сказал привет автон дома гениально поэтому просто несколько я покраснел и притворился что рассматриваю узор на нашу полу круто ты ему врезал да это вышло случайно почти скажи что так хотел скажи что вот в одном мгновении вот эту тут секунду вот этого удара ты рассчитал куда придет удар и сделал так чтобы он был не смертельный синтеза я стала рассеянно складывать учебники в рюкзак чтобы хоть чем-то себя занять вроде семён раньше таким небо хикузной жизнь меняет людей он к нам недавно перевелся бабушка мне его по секрету сказала что он словно взбесился могут тут еды нет тортиков нет кондитерской нету кексики негде есть семена даже старшеклассники побаиваются представляешь просто собраться на прийти окно его выкинуть а ты вот сколько тут два этажа бред не смертельно ага конечно нашла смельчака герой что уже полчаса торчит окон лишь бы по шапке медали девочка смотрела на меня чистым внимательными глазами за рекой живешь еще знаю что он деревянном доме ты знаешь мой дом уже ну да там наверное страшно так нет варежку недавно нашел да еще через лес и вот это страшно я бы так не смогла упоминание олесе заставила меня поежиться в обувь вспомнил я подумал о переплетенных ветках о змеяющейся тропинке о бесконечной темноте что раз разрасталась как лишайник среди косых деревьев я выдал самую настоящую ложь да не там и страшно а что тебя так пугает темнота лес деревья немного помолча помолчав она вдруг улыбнулась что те там пугает словно смахну в невождении да так ничего подключил эти полина зовут приятно она тоже включила псевдо героя как мы чё там страшно ничего а мне антон все гандон это я знаю это как бы показывает молчание но если что-то посмотрел и видел смайлик типа рот и глаза и что это значит слушай антон полина засмеялась будто решая стоит ли продолжать домой иду от ее невинного вопроса кольнула в груди но как-то по-особенному приятно чего такого смотри темнеет все ночь кто за фон не заплатила где фон блин подписка на задний фон и все закончилась подписка на задний фон надо опять оплачивать я запнулся не закончу фразу блин подписка на человека пропала все подписка на игру тоже пропала а вот это уже стремным перед глазами мелкнула хищная улыбка на маске алисы и и насмешливые глаза в прорезях маски которые я скорее всего сам себе придумал неужели эта девочка из лисица и правда ждет меня после школы и это была ее очередная страшная шутка интересно при придем прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой ты хочешь проверить от этой мысли я вдруг по покрылся мелкой испаренной как после нормать норматив по физкультуре захотелось принять душ словно сами размышления о лисичке делали меня грязным пачкали сбивши взбивали с дороги и уводили в объятия леса у меня сейчас занятие скрипка а потом я свободно подождем дедушка мне репетитора нанял наш учитель музыки он же скрипач а здесь в поселке ему некому преподавать только мне ну ну хорошо нормально рука появилась она махнула в воздухе свободной рукой имитируя движение смычка по скрипичным струнам не набросок волосом шла я почти услышал музыку алису я выбросил из головы смотрел на губы полины с ловля каждое слово и замирал от непривычных от непривычных ощущений они были теплыми согревающими а еще щекотными и казалось что я маленький а чувства очень большие и им тесно внутри тут говорят что у нас в поселке маньяк завелся может быть раньше со школы меня всегда дедушка забирал но в последнее время ему не здоровится я бросил бегать взгляд на фотографию вовы глаза колодцы изучить из изучали меня ролл был словно бы на я изучу сейчас я изучился читать и говорить в одном один момент рот был словно бы на помажен черным позже как портрет на могильный по плите не подумай я не трюсишка просто просто мне кажется что с тобой будет безопаснее типа я бабурина ударил ты подумал что эти смогу защитить от маньяка ну если маньяк это бабурина то в принципе почему бы греть нет антон сможешь проводить меня до дома вот она наконец наконец все о чем я читал этим летом в приключениях романах в чем тайна грезил начинала просачиваться мою жизнь таинственное преступление прекрасно незнакомка и героическое дуэль дуэль вот это хорошая музыка сейчас было мысли о семене моментально 3 а отрезвили вернули на землю и почва под ногами зашатались зашаталась как полу палуба корабля только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед полиной ведь сколько бы я не храби храбрился было очевидно и мне и ей выстоять в драке против такого амбала мне не под силу и если он инокуитирует меня это не самое страшное страшно что это увидит полина засмеется со всеми остальными нет нужно избавить свидетелей от моего позора сегодня вряд ли получится ты же знаешь семян скорее всего караулят на школьном дворе все грусть на ли лучше мне с ним разобраться лично по-мужски по-мужски глупости какие полина отбросила челку на салба и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики полина была водой которая хотелось пить глотая жадно и жажда жадной а жажда все не уталяется я вспомнил летний вечер вечера на даче едкий дым костра свисающий из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой редкие безмятежные дни когда я чувствовал себя в безопасности мама отдыхала в гамаке отец нанизывал мясо на шампуры мог ли я при желании разве различить в треске углей в схеме родителей в смехе родителей в запахе вскоре отечного июля намек на будущую катастрофу видел ли я как хрупок и ненадежен тот мир думаешь этот дикарь будет честно драться нет его друзья помогут со своими дружками набросятся всем скопом опомниться даже не дадут вообще да полин тук хитро улыбнулась но если мы пойдем вместе это их ошарашит вообще да кстати дважды подумал перед тем как нападать ну типа ну типа если у них есть там не за кодекс те те блять куда кодекс тести вот это все возможно они не нападут я же не только первая скрипка на деревне я все еще и девочку слышала от знакомого хулигана что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки вот этот как раз типа кодекс чести представляешь у них кодекс чести такой я про это и говорил но я про это и говорил кодекс чести но это такое самое логично знакомый хулиган забеспокоился и лучше ли он меня симпатичнее да господи ты ее знаешь сколько-то ну минуту реально минуту просто знает и все это уже начинаешь ревновать она сделала пару шагов и остановилась удивительно полина совсем не похоже на тех красоток журнальных постеров или на актрис из кинофильмов но в свете под по трески кивающих ламп она была притягательной из всех а ты играешь на чем-нибудь нет два года назад мне купили гитару я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музыцировать а м е м перемен перемен мы ждем перемен песня цоя чё были подите а м е м перемен мы ждем перемен о боже песня цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то виктор цорь виктор цой вокалист из и лидер рок-группы кино игравший в стиле по пост-панк и новой волны и хиты мы ждем перемен является одной из самых популярных в россии стихотворных строк включающих в числе прочего русскую и мировую классику цоя погиб в автокатастрофе то гитара за про запропастилась куда-то словно напрочь отказалась и переезжать старый дом у леса наверное родители отдали инструменты кому-то кому нужнее либо продали как бы гитару сколько там стоит на тысяч двенадцать такая хорошая но если мы там как это крутат там тысяч двадцать тысяч мне кажется увы не играй вот сюда не играю жалко научишь ну ладно я побежала пока еще не пока крик девочки подхватила глубокое эхо туфли застучали по школьным коридорам пока не уверен услышал ли полина я снова посмотрел в окно школьный двор опустил только пара ребят из младших классов кидали друг друга снежки никого похожего на грузного 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 семена с его компанией не было видно это вселяло надежду что же делать полина могла бы стать моим другом первым на новом месте и потом ей впрямо могла угрожать встреча с маньяком а тут я защитник рыцарь что бы ты сделал господи ну типа ну если бы пошел маньяк реально там взрослый человек там два метра ростом взял одного хтыщ взял другого хтыщ все что бы ты там сделал некий вопрос и пускай последний внутренний голос подвергал сомнениям и шептал о побеге подальше от убийц от рискающих по ночам леса лесополосам маньяков полина стоил стоило риском но и рыжая плавуровка манила тайны обещала помочь найти вову а за этим следует награда много денег почти гарантия мира в семье подарки для оли я вообразил сестру счастливую как те девочки получающие призы от супа супу него в телепередаче звездный час ее кружат в танце известные певцы может даже это новая популярная группа иванушки интернешнл так сергей супанёв на советский российский телеведущий главный шоумен детских и развлекательных программ центрального тв от обучающих викторин до передач посвященных компьютерными играми супанёв супанёв разбился на снегоходе врезавшись в речную пристань иванушки интернешнл российская бойс бэнд группа состоящий из трех человек играющая в стиле поп и и поэ поэт и солист игорь сорин умер выпав с балкона шестого этажа по версии средствия это было самоубийством за мир заменившись сорина олег и якобы умер позднее от цирроза печени все помирали ну конечно это какой год это на это советский союз уже распался это наверно какие-то девяностые какой там 92 распался светский с 90-м году я не помню где-то какие-то годы вот такие поэтому конечно помню умирали мама с папой обнимается в аста останкинском павильоне а потом мы всей семьей едем в диснейленд на счет у нас появится выбор полина или у лиса что он с этим вот сохранить ким нет сохранения 5 июля 11 июля так давай знаешь что сохраним сюда на типа будем прошлая серия новая серия прошлая серия новая серия на случай если запись сорвется чтобы я мог перезаписать да все продолжим с вами следующей серии это был зайчик на этом на все вы сами знаете где же поставить лайк тем более где подписаться с вами был в ладжер всем спасибо за просмотр и всем пока